Первым делом мы будем разделать куриную грудку для того, чтобы замариновать и завернуть рулетом. Обсыпаем немножко солью, черным перцем. Теперь немножко возьмем зелени. Это все мы мелко-мелко режем. Немножко я добавляю сахара. Также немножко кукурузное масло. Теперь мы заворачиваем это все в виде рулета, который называется опьет. Вода у нас уже кипит. Мы положим вариться с фагеттом. С помидор мы сделаем некое блюдо, которое называется конкосе. Помидоры желательно не переварить. Буквально 3-4 минуты. Из трех цветов болгарского перца мы сделаем небольшой салатик. Добавляем сюда кетчуп. Соответственно, немножечко масла. Теперь мы можем обжаривать наши рулетки. Желательно грудинку обжаривать до такой степени, чтобы она покрылась корочкой. Теперь в это же масло, как я уже говорил, мы вложим лук. Для цвета можно добавить немножко шафрана и карри. Я добавляю немножко сельдерей. Наша поджарочка готова, и мы ее можем убрать с огня. Режем наши почищенные помидоры средними кубиками и ложим наши рулетики на конкосе. Наш рулетик готовый. И сверху на рулетик мы поливаем наш соус с кокосе. Мы заканчивали приготовление нашего блюда. Есть готов. Все ближе и ближе тот момент, когда мы будем вынуждены определить победителя, и как следствие проигравшего сегодняшней программы, для чего я и приглашаю на нашу кухню окулиста яичной глазуньи, великого Герасима чайных пакетиков, человека, одно имя которого внушает ужас в бройлерных кур, Габриэля Мирзакандова. Габриэль, добрый вечер. Как настроение? Хорошее настроение, да? То есть, познакомься, это Абрам Руссо. Он сегодня у нас в роли участника, хотя я чувствую, что это все процесс профессиональный, и за плечами у этого человека есть какая-то, скажем так, теоретическая основа. И Настя Поплавская, очаровательная ведущая Первого радио, которая вот тоже приготовила, состряпала свой вариант из тех же продуктов. Скажи мне, пожалуйста, что важнее в блюде? Как оно выглядит, насколько оно вкусно, или насколько профессионально оно сделано, или запах важен? Чисто профессионально первое, на первое, что обращает внимание, это как оно выглядит. Как оно выглядит, как оно подается, да? Это первое. Давай посмотри на блюдо Насти, посмотри на блюдо Аврама. Что ты думаешь об этом? У Насти, на мой взгляд, по-домашнему. Так. Простенькая. Насти, сама она вот такая домашняя вся, не радишная, эфирная, а вот домашняя. Так. Все просто, со вкусом, я имею в виду, вот, все видно. То есть все видно, что есть. Основные продукты видно. А блюдо Аврама, вот у него несколько блюд, как ты вот можешь оценить это визуально? Ну, на уровне ресторана подходит. На уровне ресторана подходит. Ну, сейчас мы проверим, насколько это вкусно все. Итак, время истекло. Дорогие участники, дорогая Настя, дорогой Аврам, мы уже не можем ничего делать с нашими продуктами, но вот еще некоторые штрихи ты добавляешь, да? Давайте попробуем, что приготовила Настя. Аврам, давай присоединяйся тоже попробовать в Настин шедевр. Возьмем инструменты. И, конечно, все должны попробовать. Да. Ну, первый шеф, пожалуйста. Ой, я так волнуюсь. Как я волнуюсь. Настя, ты волнуешься? А ты сама-то пробовала это? Нет, я еще не успела. Или раньше готовила это? И как? Это можно есть? Все по-домашнему. Все по-домашнему. Настя, хорошая девушка, прежде чем быть. Дома хозяйка, надо быть хорошим. Человек. Человек был хороший. Человек был хороший. Хороший отца. Не важно, что-то готовить. И как готовить. Я попробую сейчас и пойдем к тебе. Замечательный человек. Ты золото. Бери инструменты. Спасибо. Попробуем все дела в Абрам. Целоваться сейчас не будем с тобой за это. Я тоже беру инструмент свой, запутанный в махаронах. Шеф пробует первым. Пожалуйста. У нас здесь что-то совершенно потрясающее. Поцарилась знакомая уже нам тишина. По-ресторанному? Да. Или по-домашнему? По-ресторанному. 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 Спасибо. Спасибо. Ну пожалуйста. Ну что пока. Для кого же это все делалось. Еще тогда я. Вит. Вкусно? Будь, сказал повар. А вам тоже ничего, человек? Он неблагой. Мясо пробовала? Вкусно, пробовала, я пробовала. Итак, давайте отвлечемся на секунду от нашей трапезы. Дом или ресторан? Так как мне дано право судить, я присуждаю Насте. Победила. Настя победила! Спасибо. Дом победил! Я надеюсь, что я не обиделся. Я должна перестать. Настоящие мужчины меня окружают, я только одно скажу. Настя, я поздравляю тебя с абсолютной победой в нашей программе. Дело в том, что несмотря на то, что победила Настя, призы от нашего спонсора получают оба наших участников. И Абрам, и Настя. Савиньон Бланк, серия Эстейт, фирма Тижби. Что может быть лучше к любому блюду? Подходит как ничто другое. Я уже иду набирать. Да. В принципе, мой бокал здесь уже стоит. Вот. Все, 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 мы все победили. Сегодня. Ну, человек был хороший. Победила. Опять за хороших людей. За хороших. Нам песня строить и жить помогает. Старая, но очень правильная песня. И пусть музыка не покидает. Ваш дом помогает вам в наше, к сожалению, нелегкое время. Будьте счастливы, лихаем, встретимся через неделю и вкусных вам выходных. Лихаем. Так, лихаем. Лихаем. Глаза, ура, мои здоровья. Сейчас мы посмотрим, на самом деле. Мы посмотрим, на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok